Всем привет, ребятки, с вами Флэш. В этом видео я коротко расскажу о правилах поведения в городе NPC, о самом городе. Это видео будет полезно абсолютно для всех, даже для тех, кто уже знаком с городом, потому что правила изменились, а знать их жизненно необходимо. Итак, поехали! Когда вы приближаетесь к городу, то у вас появляется оповещение о том, что вы находитесь в безопасной зоне. Теперь с этого момента вы не имеете права держать в руках любое оружие, любую взрывчатку, в том числе и геологический заряд, любой инструмент. Из того, что вы можете держать в руках, это камень, факел и фонарик. Несмотря на то, что это по сути тоже является в какой-то мере оружием, потому что мы по-прежнему можем им бить. Также кратковременно можно даже держать сигнальную гранату и вызвать аирдроп, и спокойно его залутать, если, конечно, вам дадут это сделать другие игроки. Но если вдруг по каким-то причинам вы все-таки достали любой запрещенный предмет и взяли его в руки, то у вас есть 5 секунд, чтобы его убрать. Но если пренебречь этим правилам, не убрать оружие в течение 5 секунд, то у вас появится штрафное время. Это значит, что вы теперь в розыске, и если вдруг вас обнаружат, то вас сразу уничтожат. И у этого таймера тоже есть разные временные периоды в зависимости от тяжести вашего преступления. Если вы просто держите оружие, то таймер видите всего лишь 30 секунд. Как только вы оружие уберете, таймер пойдет на убыль, и вы опять можете стать спокойным игроком. Если вы опять его достанете, то... А что то? Непонятно. Сейчас подождем, походу через 5 секунд он опять станет 29, скорее всего. Я думал, вверх пойдет время. Да, опять стал 29. Далее, если вы просто стрельнете в воздух, неважно куда, то этот таймер сразу уже увеличится до минуты. Но если вы перестанете стрелять, он опять опустится до 30 секунд. То есть, если я буду бесконечно стрелять, то он держится минуту. Если вам этого мало, и по вам случайно попадет либо турель, либо ученый NPC, случайно... Сейчас вот по мне этот турель начнет стрелять, то ваш таймер увеличится уже до 5 минут. То есть, город думает, что вы мало того, что стрельнует, так еще идете к ним напролом, потому что по вам стреляют. Вам этого мало. 5 минут. Но самое большое наказание, это если вдруг вы решите атаковать ученых NPC. То таймер станет аж целых... А, он не потрогал. Аж целых 10 минут. При этом этот таймер никак не сбрасывается. Даже если вы пропишете килл или придете с повинной в этот город и позволите себя убить, вы вернетесь в город и, к сожалению, для себя обнаружите, что таймер по-прежнему тикает. У вас есть целых 10 минут на том, чтобы обдумать свое поведение. Но если вы решите все-таки зайти в этот город как мирный человек, то вам откроются все благи этого города. Тут есть и два верстака первого уровня. К сожалению, они у меня сейчас не отображаются. После рестарта сервера почему-то пропадают. Но один стоит здесь, второй здесь. Переработчик. Ремонтный верстак. Стол для исследований. Несколько горящих бочек, которые постоянно горят и вы всегда сможете здесь согреться. Водосборник, в котором скапливается вода и вы всегда сможете утолить свою жажду, если, конечно, до вас тут никто не выпьет. И даже супер атмосферная чилл-зона. Я просто от нее в восторге. Кстати, пофиксили бак, что можно было поднять с помощью киянки. Стулья все забрать. Теперь это не работает. Где вы можете просто в хорошей компании посидеть, погреться возле бочки. Либо просто спокойно пожарить в барбекю, потому что он тоже в свободном доступе. И помимо всего этого еще 6 магазинов с различным товаром. Комментировать я ничего не буду, просто покажу цены. Это что продается, это за какую цену. Одежда. Инструмент. Для обустройства дома. Дублирующий автомат с инструментом. Также автомат с ресурсами, причем достаточно гибко. Ну, в рамках разумного, так сказать. Не только за скраб можно все покупать, но также за дерево-камень и за камень-дерево. Ну и для совсем богачей очень интересный автомат, где можно купить разного рода ловушки и даже первоначальное оружие. Из интересного, мне кажется, тут вот эта автоматическая турель, которую достаточно сложно собрать по запчастям. Охраняет все это добро такой приличный отряд из NPC, которые вооружены неплохо ЛР-кой и МП-5. Они стоят в ключевых точках. Также некоторые патрулируют, определенные стоят всегда в одном месте. Но если вдруг какая-то заварушка даже за стенами города, они спокойно могут выбегать и там все контролировать. Помимо NPC, которые постоянно возрождаются, если попытаться взять этот город штурмом, есть еще турели, которые выглядят очень супер грозно. Потому что видно, да, тут такая ракетница стоит и тут такой крупнокалиберный пулемет. Но стреляют они только из пулемета. Не знаю, может в будущем и добавят ракетницы. Лазер наведения у них горит, видите, зеленым светом. Соответственно, это говорит нам о том, что они находятся в миротворческом режиме. То есть стреляют только по тем, кто вооружен. Вот тут NPC, видите, на верхних каких-то точках ходят. То есть везде все под прикрытием. Также за это время были добавлены еще турели внутри города самого. Например, вот тут обузная точка была. Кто на стриме был, тот помнит. Появилась вот здесь турелька. Еще несколько в самом городе. И еще добавили турели за периметром. Чтобы даже нарушителям было сложнее подойти не в сам город, а даже к городу приблизиться. Очень много турелей за периметром на всех ключевых точках. И сейчас вот в этих развалинах тоже нарушителям будет крайне сложно бродить. Практически везде все перестреливается этими турелями грозными. Теперь изменения в правилах. Что нам разрешили делать в городе? Теперь мы можем свободно бить животных. Мало того, что мы их можем свободно бить, но тем инструментом, который разрешен, например, камнем. Сейчас кабанчиков пристрелят, потому что его считают за агрессию. Он уже тут стреляет по нему. Мы можем также их спокойно разделывать. Помимо этого, иногда в этом городе появляются бочки. И теперь их тоже можно свободно бить камнем, опять же, разбивать и спокойно лутать. Раньше этого было делать нельзя. Далее, серьезные изменения. Теперь команда суицид, то есть килл, не считается опасной для города. Вы можете спокойно прописывать килл и у вас не будет никаких штрафов. Более того, теперь, когда вы вернетесь, вы свободно можете лутать свой труп и свой рюкзак. Если вдруг труп пропадет и останется рюкзак. Только вы можете лутать свои вещи. Игра помнит, что это ваш труп. Вы приходите и спокойно все забираете. Если даже будет рюкзак ваш, а тело исчезнет, то вы также свободно лутаете и свой рюкзак. Но если перед вами любой другой спящий человек, живой, любой другой труп, не ваш, и рюкзак, как только вы попытаетесь залутать их, что-то украсть, вы сразу же совершите нарушение и вас моментально убьют. Не все так гладко. Например, по-прежнему можно украсть чужие предметы из переработчика. Как говорится, это святое. За это вас никак не накажут. Строить, естественно, в городе запрещено. Кидать спальники тоже. Вот такой вот коротенький обзор основных правил нового города. На данный момент они такие, но еще что-то может, наверное, измениться в ту или иную сторону. Если вы вдруг забудете правила, то они всегда висят при входе. Четыре основных правила. Никаких оружий, никаких убийств, никакого воровства и никаких слиппинг-бэгов. То есть мы сначала думали, что спать в городе нельзя. Нет, слиппинг это нельзя ставить мешки. Спать можно, но на свой страх и риск. Понятное дело, что если кто-то захочет вас залутать, то его сразу убьют. Или вас могут убить спящим. И каким-то образом все равно найдутся люди, которые будут искать пути, как залутать спящего. Но, с другой стороны, тут спать побезопаснее, чем просто где-то в открытом поле, если у вас, допустим, нет дома. Лично я городом очень доволен, потому что наконец-то появилось место, где будет происходить в Расте хоть более-менее спокойное общение. Ну и в будущем, возможно, его будут дальше дорабатывать. Может быть и квесты какие появятся какие-то, но это все мечты. Все, ребятки, вот такой кратенький обзор. Это для тех, кому лень может смотреть многочасовые стримы. Все в одном видео, сжато, все понятно. Но это видео как раз-таки и появилось из-за того, что мы провели многочасовые тесты на стримах. Выявили ряд недостатков, которые как раз и были пофикшены вот к этому времени. Все, ребятки, с вами был Флэш. Еще раз делитесь своими комментариями. Как всегда, увидимся в следующем видео.